всем огромный привет меня зовут инесса рада приветствовать вас у себя в гостях на канале сегодня начну снимать видео о покупках подарочках вышивальных рук отдельных почему начну только потому что буду снимать в несколько подходов отрывочками потом это все смонтирую в одно видео потому что ну потому что так будет удобнее потому что те покупочки которые у меня есть на данный момент которые уже пришли и мне прям нужно сейчас уже распаковать использовать и многие сейчас еще идут где-то почты ко мне едут заказы поэтому я не буду ждать пока никому не придут поскольку материалами сейчас нужны я просто буду такими кусочками отдельные показывать в этом видео я покажу мои тканюшки я покажу вам и наборчики покажу схемки которые я приобрела за последнее время мои новое приобретение начать я хотела бы конечно с конюшек потому что мне очень нужно их уже брать в работу я прям вот сидела и поняла что у меня тут стартов было много и хотелось некоторые старты некоторые дизайны начать у меня просто получилось так что ни на чему была вышивая то есть были ниточки были схемки но не было основы как и не крутилась как я не смотрела из того что у меня сейчас в данный момент здесь дома в наличии я не смогла ничего подобрать и потом я психанула решила блин ну в конце концов 8 марта могу себе ткани заказать могу я себе так сказала и заказала на сайте штик той форсин у нас в германии есть такой сайт у него очень нравится этому же как-то сказывала ткани наборчиков которым пока не практиковала заказывать они там тоже есть а вот ткани там очень не нравится и что же я там приобрела первая ткань которую вам покажу это ну собственно говоря такое ничего сверхъестественного так скажем от свайгард я купила аиду 14 отрез 48 на 53 сантиметра обычно белая она мне нужна для того чтобы вот прям сейчас стартовать у меня сейчас запланирован один старт в моих в моей серии весенних стартов и у меня не было ткань собирая из-за этого мне пришлось сделать заказ ну как пришлось я решила сделать заказ мне по сути нужно было только эта ткань еще одна две ну а я подумала зачем я платить доставку если могу себе что-то дозаказать и собственно говоря укомплектовать себе тканями и заодно и доставка будет бесплатно я в общем заказала 5 отрезов разных сейчас вам покажу это был первый обычно белая аиды 14 каунта именно 14 у меня есть белая аида 16 но мне нужно именно 14 поскольку дизайн который я собираюсь не вышивать я не хотела уменьшать его поскольку он так небольшой а зашивка там сплошная поэтому я заказал себе 14 ну свайгард у них классическая упаковочка очень классная так это первая тканюшечка следующее что я заказала это кэшу вот такого кремового цвета по называется кремовый потому что они здесь на упаковках не написан оттенок именно написан номер но не написан оттенок поэтому для тех кто в номерах разбирается кэшу номер 32 81 дробь 222 это 28 каунт 48 на 68 сантиметров большой отрез но я на кэшуле уже вышивала и он мне очень сильно понравился и я решила себя просто чтобы был потому что это достаточно такой ходовой цвет такой стандартный классический я думаю он может подойти практически практически под любой дизайн и чтобы потом ради каждого дизайна который мне хотелось бы начать мне не заказывать заново ткани я решила себе просто несколько базового ткани заказать потому что но он у меня точно не залежится и точно я его возьму в ближайшее время в работу и вы сейчас видите как-то более приглушенным на самом деле он такой прямо кремовый молочный такой прямо как сливки очень красивый оттенок такой прям хочется скушать его нежный нежный третья ткань которая ко мне пришла это тоже кэшу я разошлась на кэшу платин называете платиновый цвет тоже 28 каунт 48 на 68 сантиметров в отрез номер если вдруг кому-то это что-то скажет 32 81 дробь 770 тоже платиновый он такой достаточно тоже стандартный классический такой серо-бежевенький очень тоже мне показалось что себе в коллекцию тканюшек сейчас чтобы ходовых таких цветов потому что у меня как оказалось есть такой ярко-небрикос коралловый здесь у меня такой темно-темно-синий есть еще что-то но именно они мне как бы ни туда ни сюда и мне нужно было что-то такое стандартное классическое более спокойное я себе вот одна заказала это третье еще один кэшу это уже четвертый отрезочек ткани тоже 48 на 68 сантиметров тоже 28 каунт и это оттенок taupe taupe я не знаю правильно вам перевести но такой серенький серо-коричневенький ну номер 32 81 дробь 306 возможно это кому-то больше поможет но такой тоже очень приятного теплого земляного оттенка но светлый все равно такой как даже не знаю ну красивый в общем прогуглите в общем этот цвет если кому интересно именно как он выглядит но классно я тоже думаю что быстро он у меня пойдет в работу потому что что-то я разошлась на старт что-то мне хочется все начать вышивать все как будто бы завтра уже не наступит надеемся что наступит вот но пойдет тоже ко мне в запас и 5 отрезок ткани отрезок отрез ткани которая заказала это вот такой кэшел опять же называется он vintage кафе мокко что-то такое тоже из 28 каунта тоже отрез 48 на 68 номер его 32 81 дробь 30 09 на такой ткань я в данный момент вышиваю свой зимний сэмплер от коры ботикора мне очень сильно нравится так это просто супер удовольствие вышивать на во первых он смотрится шикарно с такими разводами кофейными очень классно так старинненько красиво смотрится и очень эффектно на нем выглядит вышивка и я тут тоже запланировала в будущем наверно к лету ближе один такой сэмплер чек вышивать цветочный и мне кажется вот на таком отрезе на такой ткани он будет изумительно смотреться я думаю что но у меня их там как бы два сэмплера я думаю что они такие типа парные и я думаю что они изумительно как раз поместятся по размеру на этот отрез потому что 48 на 68 и разрежено пополам и будет думаю изумительно ну я по крайней мере надеюсь да поэтому заказал себе еще такой вообще хотела себе там еще парочку оттенков заказать но как оказалось их не было в наличии я вот и белой аиды хотела заказать 4 отрезали 3 но у них был только один в наличии и все вот они были по одному в наличии хотел вот этого 2 заказать но он тоже было единственное наличие сейчас я захожу на сайт написано нет нет в наличии нет на складе в общем видно у них как-то были они все по одному только вот эти что были я купила конечно там еще парочку оттенков присмотрела, но их не было в наличии, а разбивать посылку на две и дополнительно платить денежку за то, что это будет как бы две посылки, не хотелось. Я купила то, что было, но думаю, что все такие оттенки, которые мне пригодятся. Ну, по крайней мере, этот 100% на него уже есть дизайн, на беленькую Аиду тоже у меня есть дизайн. Еще у меня есть один дизайн, но я точно не знаю, на каком из этих трех оставшихся будет лучше смотреться. Я там посмотрю, ниточки буду прикладывать и смотреть. То есть, по сути, у меня, опять же, в запасы уйдут, ну, максимум два отреза и все. Все остальное пойдет исключительно в дело. Это были мои тканюшки, которых я себе приобрела. Сейчас перейдем к остальным покупкам. Что еще я приобрела себе вшивального? Я себе прикупила для... Ну так, для развлекухи такого моего неосновного хобби, которое я сейчас занялась. Вот такие вот жемчужинки, бусины. Я тут балуюсь, делаю пины. И вот буду делать такие бусины. Я себе прикупила. Их я покупала у нас в магазине. Оффлайн-магазин. Там же я купила вот такие бусины, ракушки натуральные. Единственное, что я уже их опробовала. Они не подходят для пинов никак. Тут хоть и дырочки такие вот есть. Их невозможно протянуть через них вот эту металлическую основу. Их можно использовать только или браслеты делать, или как подвесочку. Ну, что-то мягко через них просовывать, но такую металлическую палочку сюда не просунешь. Ну, ладно. К чему-нибудь приделаем их потом. Ты их пришью, может. Также еще больше бусин купилась. Вот такие классные керамические бусины в форме яиц. Это я к Пасхе готовилась. Это я купила на Алиэкспресс, заказывала. Нашла. Очень классные. Они, по-моему, полтора сантиметра идут. Ну, длиной. Очень классные. Я их уже опробовала. У меня уже есть один пин такой. Они, в общем, должны были прийти в конце апреля, но пришли очень быстро. Я прямо сначала думала, ну, не успею к Пасхе. Но тут успела. Не сделала себе такой красивый пин. Керамика. Они такие тяжеленькие. Если что-то, то оно не классное. Очень красивое. Также на Алиэкспресс я приобрела себе две упаковочки бусин. Вот таких. Вот 4,6 мм. Но они маленькие достаточно. Нужно все-таки брать покрупнее которые. Ну, красивые тоже. Я уже несколько, некоторые тут использовала вот из разноцветного пакетика. Это тоже Алиэкспресс. Вот это розовенькие. Думала, тоже к чему-нибудь использую. Но пока еще не пригодились. Но пусть будут. Ну, блестят. Красиво так. Таких бусинок я тоже себе прикупила. И сейчас пока же самое интересное. От чего я просто в восторге. вот посмотрите, какие классные бусины есть. Я тоже заказала. Тоже, кстати, Алиэкспресс. Тыковки. Стеклянные тыковки. Какие они классные. Я думала, ну, я так на пробу заказала. Они были, кстати, не дешевые. Их было 10 штук. Одну я уже использовала. Я думала, думаю, ну, много не буду заказывать. Попробую. Потому что, ну, все-таки Алиэкспресс. Мы знаем, какое там может быть качество. Но они оказались офигенные. Правда, очень-очень классные. Качество суперское. И смотрится. Они просто обалденно. Вот в качестве осенних пинок. Пинки, поговорю о этих. В качестве осенних пинов делать. Вообще классные. Я вот уже сделала. Мне так нравится. Думаю, надо вот эти тоже применить. Обязательно сделать пины из них. Прям пусть будет так много. Буду дарить. А что? Ну, все красивые. Ссылочки оставлю, конечно же, в описании под этим видео. Ну, на все, кроме вот этих вот двух. На это не оставлю. Это было из офлайн-магазина. Вот на это все оставлю. Так, я это отодвигаю в сторонку. Сейчас я вам еще покажу. Мне пришло два наборчика. Также с Алиэкспресс. Я вам сейчас расскажу все. Первый наборчик, который я заказала, это вот такой сэмплер. Розы. Я не помню, кто оригинальный, кто дизайнер этого общего сэмплера. Не суть. Я заказала на Алиэкспресс. Почему? Я вам расскажу. Потому что я его купила схему. И я, вы знаете, лодырь последний. Я ленюсь на вот такие, ну, как он, хотя большой. Будет 33 на 38 сантиметра на 14 каунте. Я хочу вышивать на равномерке. У меня уже куплена ткань. Такая, которая вот здесь вот предлагается. Даже на превью. Потому что превью-то взято дизайнерское. Да, как ни странно. Такое бежевое с разводами. Кашел у меня 28 каунта. Винтедж Мока, по-моему, называется. Я купила из-за ниточек. Говорю, как есть. Потому что у меня есть нитки. Палитра вся я заказывала. Также на Алиэкспресс. Они хорошие, классного качества. Но у меня столько схем. Сейчас много. Авторских. Что я просто заказала из-за того, чтобы ниточки не подбирать. Потому что я случайно лазила. Увидела, что он есть на Алиэкспресс. Есть еще парный к нему с лилиями. У меня тоже схема есть оригинальная. Но тоже ниточек нет. Вот если бы я увидела тоже на Алиэкспресс. То тоже заказала. Просто потому, чтобы не подбирать ниточки из своей палитры. Потому что столько авторских схем, сколько у меня лежит. Мне потом просто придется докупать палитру еще раз. Мне просто вот так проще получается. То есть я здесь уже раскрывала и смотрела. Ткани отсюда я использовать не буду. Схема тоже она мне не нужна. Она у меня есть. А просто посмотрю по совпадению. Тут немного цветов. Тут вот выложена такая просто обычная бежевая у них. 14-го каунта. Она причем такого не очень качества, по-моему. А вот ради вот этих ниточек я заказала. Чтобы просто упростить себе жизнь, скажем так. Он стоил очень дешево. Потому что это около 5 евро стоило. Я решила, чем я буду потом бегать и заказывать отдельно нитки на какие-то схемы. Потому что мне их не хватает. Потому что я вот куда-то так их растрынкала. Уже если действительно схема схемы. Я нигде не вижу, что можно сразу набором купить. Можно, конечно, у дизайнеров сейчас покупать наборами. Но я решила себе просто упростить жизнь. Ничего, загоняться лишний раз. Схему-то я приобрела. А вот это решила ниточки себе просто. Ради ниточек заказала. Если увижу у них еще такой лилии, то тоже я бы заказала. Но у них сейчас нету почему-то китайцев. Ну да ладно. Заказываю 14-й каунт для того, чтобы ниточек было больше. Потому что я буду вышивать на 28-м кэшеле, как я уже сказала. Ткань-то мне все равно. Я вообще использовать сегодня не буду. Потому что она... Прошу прощения. Потому что она такая никакая. Мне она не нравится. Схема-то тоже мне тут не нужна. Я даже не буду сравнивать. Такая же она, не такая же, как оригинальная. Мне интересно. Вот мне нужны были ниточки. Я заказала. А еще один наборчик тоже вам сейчас покажу. Тоже с Алиэкспресс заказала. У Амишоп. Вот такой дизайн. Это Риолис. Я потому что вообще не знаю, что произошло с этим дизайном. То ли он снят с продаж, то ли он вообще снят с производства. Потому что я за ним гоняюсь уже очень-очень давно. Очень давно. Я даже как-то думала вышить подбором. У меня... Я где-то нашла в интернете ВКонтакте схему для сайги. Я ее себе скачала. Но там, естественно, ключ ниточек. Ниточки Риолис, шерсть и какие-то там эти Анкор, не Анкор. Ну, в общем, их ниточки эти. Я вообще хотела оригинальный набор. Нигде нет в продаже. Я не знаю, на всех сайтах, которые мне доступны, где вот мне можно было бы заказать. Его никогда нет в наличии. Никогда. Уже, наверное, года два точно. Я его вообще приглянула. Он мне приглянулся, как только я вообще начала вышивать. Правда, он мне очень понравился. Я хотела его заказать. Его не было. Он как-то был в самом начале. Я почему-то думаю, ну, потом закажу. Он был дешевый. Что-то стоило там около 8-9 евро. Очень дешевый был. А потом пропал, и все. Его нигде нет. Ни на одном сайте. Не за какие деньги. И я искала, искала. Я его давным-давно, он у меня лежал в корзине на Алиэкспресс. Но я не заказывала, потому что искала оригинальный. Думаю, ну, смысл. Они там по ценнику примерно одинаковые. А сейчас, когда начали расти цены на все, ни на одном сайте я его не нахожу. Вышивать подбором, как бы, ну, шерсть подбирать. Это как бы мне вообще тут не камильфо. Я решила. Я просто как посмотрела, что он на Алиэкспресс. Поначалу стоило, что это около 6 евро. Потом начало дорожать. Там 8 евро, 9 евро, 10 евро. Я его купила за 16, чтобы вы понимали. Я думаю, что если бы он сейчас появился в продаже, он оригинальный стоил бы дешевле. Вот оригинальный набор Иолис. Но поскольку, я не знаю, появится ли он в продаже, не появится, подбором вышивать не вариант. У меня тут таких запасов шерстяных ниток. Я его заказала за 16. Думаю, просто за ниточек, чтобы вышить. Тут, конечно, ниточки не шерстяные, а обычные. Ну, и хорошо. Просто потому, что если он так будет расти в цене, то рано или поздно я его куплю тогда за 20. Мне так подумалось. Я решила, что пока он не подорожал совсем, просто безумно. Если у вас, может, кто-то знает оригинальный набор, я с удовольствием куплю оригинальный набор, где купить, на каком сайте. Может, кто-то ссылочку может дать. Посмотрите, какие классные нитки. Здесь вложена голубая основа. Я ее буду менять. Основа 14 каунта. Мне нужны были тоже только нитки. Схема мне не нужна. Я сказала, что схема у меня есть. Но я потом сравню по номерочкам. Все ли совпадает, но навряд ли. Буду вышивать этот. Ну, а что делать? Не могу его нигде найти. Казалось бы, да, ничего сверхъестественного. Абсолютно нормальный набор. Никакой Dimensions Gold, который там раритет 85-го года. Нет. Но я его нигде не могу найти. Поэтому я решила, чтобы не ждать, а потом, представьте, еще не покупать. Еще дороже. Я его просто заказала. Думаю, пусть лежит. Если найду оригинальный, куплю. Не найду. Вышью этот. Ну, а что? Очень-очень мне нравится вот эта каруселька. Что еще у меня были за приобретения? Еще я приобрела два набора вот таких вот стикеров, наклеечек. Такие классные наклеечки. У нас в магазине в обычном. Решила, буду клеить в свой рукодельный блокнот. Украшатель. Они такие классные. Тут по две штуки. Получается по две пластиночки. Котики и бабочки. Буду украшать для поднятия настроения. Чтобы было красиво. Из таких покупок, которые я вам могу сейчас показать прямо в руках перед камерой покрутить, у меня, наверное... А, не все. Забыла что-то показать. Еще у нас в магазине, называется магазин Идея, я прикупила себе двое пялец. Блин, у меня все проблемы не хватало. Пялец. Но их сейчас будет не хватать. Ну, хотя бы больше все-таки. Вот такие пяльца. Это диаметр... Сколько сантиметров? В 20 сантиметров. И точно такие пяльца. Показываю в процессе. Они у меня сейчас вот такие. 17 сантиметров. Они абсолютно идентичные. Пластиковые. Эта фирма называется Рико Дизайн. Я не знаю, как они там вообще по общим... Общепринятым нормам. Хорошие, плохие. Но мне они очень-очень понравились. Я была как-то случайно купила такие пяльца у них в магазине. Они стоят что-то там 3,5 евро. Очень дешевые. Не купила одни. Попробовать, потому что слышала тоже, что пластиковые. Они как бы не очень... Ну, если это не нурги, конечно. Но они мне так понравились. Они хоть и пластиковые, но у них такая натяжка. Они так классно держат. Они настолько удобные. У них здесь настолько классно вот это вот крепление друг с другом. Просто неимоверно. И я все мечтала попасть в этот магазин, купить их себе еще. Потому что одни деревянные у меня были. Я их сломала случайно. У меня есть еще двое деревянных. Маленькие побольше. Вот те, что побольше у меня, они вообще хлюпкие. Такие, хотя я их покупала в магазине. По-моему, даже тоже в магазине Идея. Они стоили около 12 евро. Но они такие ужасные. Их просто вот оторви-выбрось называется. А эти за 3 евро, они такие классные. Еще мне очень нравятся деревянные гамовские. Но у меня здесь нет возможности купить гамовские. У нас не продают. Как буду в Минске, обязательно бы я хотела себе купить. Но поскольку я сейчас в Минск не попала в марте. По всем известным причинам. Я зашла просто в магазин. Купилось еще двое пяли с пластиковых. Они просто шикарные. Вот правда. Если кто-то их когда-то хотел попробовать, боялся. Либо не пробовал. Вот правда дешево. И очень-очень классные. Они мне очень нравятся. Они прямо на данный момент эти и гамовские мои фавориты. Я постепенно с куснапов перехожу на пялица. Потому что пялица мне намного удобнее оказались. Куснапы сильно... Они не сильно широкие. Сильно объемные. В руке держать мне их тяжело. А пялица вообще шикарно. Они держат натяжку. Еще раз говорю. Просто бомба. Поэтому я думаю, что еще потом себе парочку приобрету. Ну, либо доберусь до Леонардо. Или до Минска доеду и куплю гамовских себе. В общем, могу только советовать. Очень классные. Для девочек, кто в Германии у нас живет. Или где-то в Европе. Если кто-то ищет, какие пялица заказать. Вот я вам их советую. Они есть разных диаметров. Они дешевые. Просто суперские. На этом из того, что я могла бы показать вот так вживую все. Я решила, что схемы показывать здесь уже не буду. Потому что наговорила уже очень много минут. Чтобы видео не затянулось прям на очень-очень долго. Поскольку авторских схем у меня купилось за последнее время очень-очень много. Я сделаю вторую часть видео отдельно по авторским схемам. Которые я приобрела в последние полтора месяца. Два. Два месяца. Поэтому оставайтесь со мной. Ждите вторую часть видео. На этом я с вами пока что прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Здоровья самое главное. Мирного неба над головой. Огромного вдохновения. Буду рада всем и каждому. Пишите ваши комментарии. Что вам больше всего понравилось. Возможно какие-то у вас есть советы по поводу этого риолисовского набора. Вот этой карусельки. Может вы знаете источники. Где ее можно было бы достать. Буду очень вам признательна. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте. Я есть также в инстаграм. Я есть также в телеграм. Я есть на яндекс.дзен. Я есть вконтакте. На все оставлю ссылочки в описании под этим видео. Где меня найти. Подписывайтесь. Буду очень рада. Будем общаться. Болтать. Обмениваться опытом. А на сегодня у меня все. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Увидимся уже совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok